Всем привет! Это Новости Турция. Для тех, кто впервые открыл подобное видео на YouTube, я напомню вам, что я живу в Турции. Перевожу на русский язык новости, события, которые у нас здесь происходят в стране. Отфильтровываю их самостоятельно, выбираю то, что могло быть интересно иностранцу, туристу здесь в стране. А вообще посмотреть саму кухню, реакцию людей, что у нас здесь интересненько в обществе. Самое главное — это реакции в обществе социума и людей. Давайте приступим. Первое я хочу отметить, что вот сейчас я вам снимаю видео, и с 3 по 6 января в Стамбуле очень сильный туман. У нас очень такие колебания температуры происходят. Днем температура поднимается высоко, довольно-таки тепло. Солнышко греет, а ночью оно очень сильно опускается. В связи с этими перепадами у нас появляется конденсат, туман. В общем, на несколько дней у нас затруднено движение, пробки по городу, а Сабиха, аэропорт азиатской стороны вообще в первый день туманом был полдня закрыт. У нас откладывалось очень-очень много рейсов. Но аэропорт Стамбула, который новый, и Стамбул аэропорт, он работает все в порядке, как всегда, как ранее. 27 декабря пошло много отказов на получение ВНЖ, у кого были встречи, кого-то разворачивали, у кого была встреча на 27 декабря. У тех, кто брал встречу в эти дни, не получалось взять ранду, отказ был вообще в системе, что невозможно взять. Ну и отказы по получению. В общем, короче, всех начали тут же быстро банить, назовем так. Фетхиэ, Каш, Анталия, это вообще на данный момент самые перенаполненные, перенаселенные иностранцами области в Турции. Соответственно, неудивительно, но никаких объяснений не было. Объяснения появились немножко попозже. Все, кто брал рандеву, оформлял свои документы до этого числа, до 27 декабря вообще по всей стране, принимали, выдавали, одобряли. В общем, ну и все подходил пакет документов. После 27 числа изменились правила на получение ВНЖ, о которых заранее никому еще не сказали, объявили их гораздо позже. Они, конечно, тоже до Нового года появились, числа 28-29, но тут и праздники. И, собственно, какой-то они на последний момент быстро решили эту лавочку прикрыть и жесточить правила. Сейчас я вам их зачитаю и назову. Они не суперсущественные, но для тех, кто будет подавать теперь по новой, впервые, на это стоит обратить внимание, это касается вас. Кого не разворачивали, у кого все в порядке, кому выдавали документы, это те, кто повторно продлевает, продление ВНЖ происходит, воссоединение с семьей до 25 лет. И все, в принципе, да, то есть, условно, кто первичку впервые вообще подается, у тех эти проблемы, потому что правила для тех, кто впервые будет подавать документы. Итак, смотрите, правила новые. Если вы пенсионного возраста человек и получаете пенсию, вы должны предоставить справку из пенсионного фонда о размере вашей пенсии, то есть, с вашей родины. Она должна быть запостелирована синей печатью. Тот, кто работает на удаленке, должен принести тоже апостелированный документ, подтверждающий свой ежемесячный доход от компании, где он работает. Получить такую выписку из банка, просто счет, как раньше это было, открывали все счета в банках, теперь это не проканает. Вклад в банки и регулярные денежные переводы не принимают теперь в качестве подтверждения дохода. То есть, вы можете открыть счет в банке, банковскую карту здесь, чисто для себя пользоваться, но выписку и класть туда деньги на счет, теперь это для вас не гарантия, сколько бы то денег не положили, это не принимается. А у всех, кто подавал документы до 27 числа, именно вот эта форма была. То есть, отклонения были по ВНЖ, потому что никто не знал еще о новых правилах, только объявляли. И новое правило в этом плане финансово очень жесткое. То есть, вам нужно предоставлять, если вы работающий человек, справку с места работы с апостелем. Супруги и дети в возрасте до 25 лет, кто ранее получал ВНЖ, будут считаться воссоединением семьи, смогут получать ВНЖ без проблем. Это, в принципе, не особо поменялось, только вот возраст до 25 лет. И все эти правила применяются к тем, кто брал себе рандевую встречу после 27 декабря. Кто должен идти в ГЕОЧ после 27. То есть, если вы брали месяц назад встречу, но она у вас на январь месяц, и вы отправили свой пакет документов уже, то вам будет отказ. Вам надо переделывать срочно свой пакет документов, прикладывать эту справку. Вы уже под этот правило, под этот новый закон, назовем тогда ВНЖ, вы попадаете, и вам нужно по-другому собирать ваши документы. Поэтому был такой шлейф отказов больших. Сначала сразу же все начали все, всем русским не дают. Тут были варианты, в интернете попадались уже информации, что и украинцам тоже отказ идет. Все сразу, в общем, у кого о чем болит, тот о том и говорит. Говорит все сразу про национальность, про какие-то, назовем так, придирки и тому подобное, русофобию, еще какую-то туристикофобию, назовем это так. На самом деле нет. Правильно ли это не обозначили правила заранее? Конечно же нет. Жестко сразу, потому что в Турции работают законы, закон вышел, его просто не объявили. И все вот эти вот помогаторы и все прочие документы занимаются, они сами не знали до 27 числа, что такое будет. И, конечно, печально, что пласту большому человек, кто там с декабря по январь собирает документы, брал записи и так далее, то им, конечно, приходится экстренно все это переделать. Это стоит денег и проблема документа, например, апостелированные там или справки с места работы передать со своей родины. Но продолжают. Сразу скажу, что здесь у меня есть знакомые в Стамбуле. Кому отклонили, потому что получали не в первых числах января, попали, пришли на рандеву 3 января, получили отказ, потому что по новым правилам документы не подходят. Вот такие выводы делайте, будьте с этим осторожнее. Правила, я бы не сказала прям жесткие, но не очень приятные, они реально отличаются от того, что было раньше. Теперь эти справки надо где-то брать и вот о доходах своих. А это очень важная метка. То есть квартира, снятая аренда, это уже на втором месте. Сейчас главное здесь подтвердить свои доходы с апостелированной справкой. Также по окончанию года, у нас сейчас будет очень много статистики различной появляться. И статистика Геочи выгрузила статистику по нелегалам и по иностранцам, которые в стране проживают. Хочу отметить только вот для вас. 1169 районов в стране, в 63-х правильцах, где полностью иностранцев количество уже превысило 20%, и они полностью закрыты для получения ВНЖ документов каких-либо. 1169 районов, очень-очень много. В данный момент живет больше, чем 3,5 миллиона сирийцев. Статистика Геочи больше по сирийцам идет, не по иностранцам, беженцам. Кто берет себе беженство, например, оформляется. Так как наши, кто приезжает сюда из наших славянских стран, беженство себе, как правило, не оформляют. Берут просто ВНЖ себе, то есть они в эти списки и не входят. 60 почти тысяч сирийцев добровольно покинули страну, уехали к себе на родину, им там оплачивали переезд, это переселение обратно и так далее. Ну, в общем, окей. На первом месте все-таки по статистике туристической, на первом месте у нас Германия по посещению все-таки Турцию. Германия в 5,5 миллионов туристов здесь было, а россиян 4,9, ну, чуть-чуть поменьше, практически на 600 тысяч человек примерно. Это все те люди, которые туристически как-то пересекали границу страны в 22-м году, либо здесь остались по туристическому ВНЖ, это тоже считается. Потом у нас идет Великобритания, Болгария и потом Италия по посещаемости. Ну, немцы на первом месте до сих пор, хотя все реально, это была удивительная информация, все до сих пор считали, что русских здесь гораздо-гораздо больше. И появилась информация, помните, я вам рассказывала перед Новым годом об убийстве шаманки из Якутии. Сейчас скажу ее фамилию, Галина Трофимова ее зовут. Убил ее возлюбленный, это был 25 декабря в канун Рождества католического ночью, вечером, точнее поздним вечером. На самом деле его зовут не Хабиб, это, ну, не прям уж мошенник, но похожее на то. Это человек, вообще, на самом деле его зовут Армин Асгари, ни разу не Хабиб, даже не то имя, с которым она встречалась с человеком, имя, которым он представлялся, вообще оказалось совершенно другое. Полиция выехала в 9 вечера на вызов и нашли Галину в своей постели задушенную, в квартире, без телефона, денег. Ну, в общем, первое, чтобы там кое-то было доступно, под руку взялось, ограбление тоже было. Я немножко сейчас, давайте, с турецкого переведу, зачитаю из новостей, из Ахабир, новостной канал, выдержку, как там рассказывалось про само преступление, ну, потому что это, ну, мурашки по коже. Дети женщины от предыдущего брака, то есть, ну, дети, она развелась у себя на родине, переехала сюда с двумя детьми, вот ее дети от первого брака, они находились в другой комнате, в квартире, когда произошло преступление, но ничего не слышали, ссоры никакой не слышали и вообще не знали о том, что произошло вечером. Утром, когда они встали рано утром, Армин Асгари вывел их из дома под предлогом завтрака, и они ушли с ним без матерек, так ее в этот момент и не увидев. Они также сказали, что он разместил их в отеле в Левенте и уехал, домой они так уже и не вернулись, их забрали из отеля их родственники. Родственники Трофимовой пояснили, что не видели ее в районе 6 месяцев, и этому родственнику позвонила ее мать и сказала забрать внуков из отеля, потому что я не могу дозвониться до их матери, и вот этот родственник забрал их себе, а потом все это выяснилось, вызвали полицию, выяснилось, что произошло преступление. И вот этот Армин Асгари, представившийся Хабибом, он интересовался криптой, как тут сказано в новостях, и терял крупные суммы денег, и у него, он у погибшей забрал телефон, деньги вообще, что было под рукой, первая попавшаяся в районе, и убежал. До сих пор его не поймали. Его фотографии есть, в новостях показывали, он, знаете, на этой доске их ищет полиция, присутствует он в розыске. Вот на данный момент, пока снимаю видео, еще информации никакой о нем не было. И вообще на днях выступил президент уже в январе о том, что официально заявил, на 6,3% экономика ВВП подрос в стране, за последнюю парочку кварталов, за весь вообще год, на 6,3% подрос. Но, как помните, за последний триместр на 3% экономика ВВП у нас подрос. Неудивительно, потому что идут активные торги, Турция, этот перевалочный пункт, и вторичный импорт с Россией, все-все-все прочее. Деньги идут в казну. Ну, конечно, это укрепляет политические позиции партии, но здесь такая возня идет, огромная борьба. Она касается сталкиванием людей, естественно, разных взглядов. Эта религия подмешана здесь, и светское общество. Сейчас удар на это идет, это очень большие дебаты. И пошел разговор о том, что парламент сейчас, кто в правительстве, парламент хочет провести выборы раньше на месяц, в мае месяце, обуславливая тем, что летом в июне будут у нас отпуска, люди разъедутся, никто голосовать не пойдет. Знаете, это так смешно очень сильно выглядит, мое личное оценочное суждение в этот момент говорю, да? Потому что все очень сильно ждут выборов, хотят кто-то, половина страны перемен, а кто-то перемен наоборот не хочет, хочет, чтобы все осталось. Поэтому заинтересованных людей, которые пойдут голосовать, очень-очень много в стране. Даже если ты будешь другой какой-то территорией страны в отпуске, ты все равно пойдешь голосовать. Поэтому это выглядит отмазкой, действительно. На самом деле никто не ожидал, что такая сильная политическая борьба будет. И для того, чтобы ее вывести, чтобы меньше было компромата, буквально потому, что день от дня, неделя от недели у нас новые скандалы появляются. Соответственно, до июня еще очень много, они максимально пытаются сократить этот срок, чтобы выборы гораздо быстрее начались, для того, чтобы эту всю возню закончить быстрее, и не растерять свой электорат, потому что оттоки происходят. Эти скандалы, всевозможные, вот эта вся грязь вытащенная, сейчас на всеобщее обосрение претензии, это слишком явно. Против этого аргументировать очень трудно, и борьба идет действительно очень реальная, реалистичная и серьезная. Но последние несколько недель, парочку недель, вся эта история подзатихла. Очень сильно заметно, вот я как житель здесь в стране напоследок скажу, как все это утрируется, высасывается из пальца, выдергивается из контекста. Я одно могу здесь сказать лично от себя, что выборы пройдут, и уже не важно, кто победит. Но вот эти расприи в обществе, которые сейчас сталкивают лбами, религию мешают, и светское общество, мы с этим всем останемся. И напряженные отношения между религиозными и светскими, они будут дальше. И кого бы ни выбрали летом, либо в мае этого года, ни какая партия не пришла к власти, ни кто бы ни был президентом, этому человеку все равно придется разгребать последствия вот этой предвыборной гонки, вот это сталкивание людей лбами. Атмосфера в этом плане очень напряженная. Мне как жителю страны здесь не очень в этом плане комфортно, я бы сказала, да, мне это пугает и настораживает. А как с этим мы дальше потом уже, когда пойдут выборы, будем жить? Это не так, что все забыли в один момент, проснулись, выборы прошли, и типа ничего не было. Нет, эти расприи, они вытаскиваются на действительной почве, которая есть, и эти конфликты не закончатся. Это некое недовольство, претензия, они все равно в людях будут сидеть, и они будут выплескиваться. Да, это можно заглушить, но решить в корне от этого избавиться, к сожалению, не получится. Только определенными действиями политическими, реформами стране, которые неизвестно будут вообще или нет, это будет зависеть от того, кто, короче говоря, выберется. Так что атмосфера в этом плане в стране у нас напряженная. Как у нас будут новые новости Турции, свежая информация, я вам дам знать. Обязательно оповещу, у нас выйдет новый выпуск на канале. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Спасибо, всем пока.